Всем хай! И добро пожаловать на канал брутального повара-металлиста. Сегодня я наконец-то снимаю долгожданный обзор протеиновых чокаронов от FitKit. Как вы могли догадаться, это что-то типа пирожных макарон. И я заказала ассорти таких пирожных на Вайлберис. Стоило оно 627 рублей. Это по хорошей скидке. Кстати на сайте у них можно купить такой ассорти за 900 рублей. Пришло оно мне вот в такой дизайнерской коробочке от FitKit. В ассорти всего 10 вкусов и столько же штук по 30 грамм. То есть за штуку это 62 рубля 70 копеек. Но в принципе цена нормальная. Если сравнивать с классическими макаронами, которые продаются в каких-нибудь кондитерских, то там они могут стоить гораздо дороже. Хотя в принципе у них там и качество другое. В этом видео я попробую только пять вкусов, чтобы оно не было слишком долгим. Остальные пять вкусов оставлю на следующую часть. А сейчас давайте посмотрим какие вкусы я попробую сегодня. Ну точнее не сегодня, но в этом видео. Я же не буду все сегодня жрать. Первый вкус. Лимон. Упаковки кстати очень стильные. Второй вкус. Платте. Что-то мне подсказывает, что мне этот вкус не зайдет. Третий вкус. Клубника йогурт. Четвертый вкус. Двойной шоколад. Обожаю это название. И пятый вкус. Ягодный дайкири. Честно говоря, я ни разу не пила дайкири, поэтому не представляю, что тут будет. Ну что, поехали пробовать. Пойдем по порядку и начнем с лимонного вкуса. Тут такая симпатичная оранжево-желтая упаковочка. Изображено печенье. Это типа глазурь. На лицевой стороне указан процент протеина, количество клетчатки, отмечено отсутствие сахара и также наличие алюлозы. Здесь расписано КБЖУ на порцию. КБЖУ на 100 грамм традиционную у Фиткита отсутствует. Ну ладно. В принципе, калорий здесь немного. Одинаковое количество белков и углеводов и меньше всего жиров. Ну, нормально. Сейчас я отогну состав. Он тут, кстати, у них немного замялся, но в принципе угадать несложно. Здесь используются только животные белки, есть кокосовое масло, а из сахарозаменителей тут далеко не одна алюлоза. Тут есть еще изомальт, изомальта олигосахарид, мальтит и сорбитоловый сироп. То есть всего пять подпластителей в такой крохотной печенюшке. От лимона здесь только ароматизатор идентичный натуральному, даже не натуральный. Ну, конечно, есть еще лимонная кислота и какой-то натуральный краситель, неизвестно какой. А вот глазурь здесь на заменителе какао-масла, и меня это обстоятельство совершенно не порадовало. Но состав мог бы быть и получше, если честно. Ладно, давайте открывать. Посмотрим, как это все выглядит. Интрига прямо. Так, они, наверное, немного подтаяли, потому что была жара. Ну да, выглядит зашкварно. Пахнет это очень странно и неаппетитно. Я бы даже сказала, воняет каким-то пластилином или пластиком. Я ощущаю ароматизатор лимона, но вместе с ним какой-то отвратительный запах то ли резины, то ли чего, какого-то жира, что-то несвежее, как будто бы эта печенька испортилась. Ну, давайте разрежем это нечто. Надеюсь, она окончательно не развалится. Нет, она расплющилась. Ну, внутри выглядит раздавлено. Кстати, начинки я тут не вижу. Она прямо слилась с самой печеньки. Ну что, давайте пробовать. Если честно, мне страшно это пробовать, потому что пахнет нерзко. На вкус это напоминает бензин. Я не пробовала бензин, но я по запаху могу догадаться. Это самое худшее из всех протеиновых штук, что я когда-либо пробовала. Я даже не знаю, с чем сравнить. Как будто пластик расплавили. Добавили лимонный ароматизатор, который, кстати, почти не чувствуется за этим пластиковым вкусом. Текстура, как у пластилина, это размятого пластилина, такого мягкого. Начинка тут, конечно, есть. Это мягко, в принципе. Но совершенно невкусно. В меру сладко и еще чувствуется какая-то горчинка. Может быть, она испортилась? Сейчас посмотрю срок годности. Ну, сделано было... Третий месяц это у нас в март. Она была сделана в марте и срок годности до 12 июля. Вот. Не знаю, что с ней не так. Может, она действительно как-то испортилась от жары или что-то еще. Либо, не знаю, если вы пробовали этот вкус, то скажите свои впечатления. Было ли нормально или тоже было похоже на какой-то пластиковый бензин. Короче, по крайней мере, с этим вкусом опыт неудачный. Деньги потрачены зря. Надеюсь, что хотя бы один вкус из этого сорти мне понравится. Потому что, ну, мне жалко моих 627 рублей. Наверное, я создам какой-нибудь антитоп годовой, там уже к Новому году, протеиновых вкусняшек. Типа вот этой. Потому что, ну, это просто, это лидер просто по невкусности. В общем, вы поняли. Не тратьте свои деньги на это говно. Переходим ко второму вкусу. Латте. Боюсь, как бы он не был более омерзительным, чем прошлый. Упаковка тут довольно симпатичная. Снова изображена печенька. Также кружечка сладте. Кабыжоу тут, конечно же, абсолютно ничем не отличается от кабыжоу прошлого макарона. И мне кажется, что они будут все одинаковые. Кип-кип любят так делать. Что касается состава. Сейчас я его разверну. Так, главное не уронить таких. Что касается состава, тут, в принципе, ничего не меняется. Поэтому и кабыжоу такое же. Здесь меняется, скорее всего, только ароматизатор. Идентичный натуральному. И есть опять какой-то натуральный краситель. Я вот не понимаю, зачем в этом вкусе краситель. Можно было бы обойтись одним какао-порошком. В остальном тут все то же самое. Также глазурь на заменителе какао-масла. Есть пять подпластителей. Все те же. В общем, ничего нового. Давайте на всякий случай я подложу дощечку. И откроем. Я, кстати, храню их теперь в холодильнике, потому что дома неимоверная жара. Боюсь, как бы они не испортились. Так. О! А это уже целенькое. Пахнет это печенье уже значительно приятнее, чем прошлое. Я не чувствую здесь никакой запах кофе. И на латте это не похоже. Но похоже на какую-то сливочную конфетку. Вполне аппетитно и сладенько. Ну, давайте посмотрим, что там внутри. Она уже сложнее режется, так как она хорошо охладилась. Так. Ну, выглядит вроде неплохо. В разрезе это тоже пахнет вполне аппетитно. И похоже, кстати, на их печеньку со вкусом латты. Я вот думаю, может, все-таки прошлое печенька была действительно какая-то испорченная. Не знаю. Давайте пробовать. М-м-м. Да. Это значительно лучше, чем прошлое. После того, как она полежала в холодильнике, сам бисквит стал более хрустящим. Ну и глазурь тоже. Что же касается вкуса, здесь, по крайней мере, не чувствуется никакой бензин и пластик. Довольно сладко, но не притяно. Однако, это совсем не похоже на латте. Это похоже на мыло. Как будто бы они налили сюда какие-то сливочные духи. Не знаю, странный вкус, но это вообще не латте. Это можно сравнить с какой-нибудь там сливочной помадкой по вкусу, только химозной. Но никак не с латте. Очень странное у них представление о вкусе латте. Не могу сказать, что я в восторге. Кофе тут вообще никакого не чувствуется. Даже ароматизатора кофе. Что-то непонятное, странное. Но, по крайней мере, эту печеньку хотя бы можно есть, в отличие от предыдущей. Как вы понимаете, больше такой вкус я брать не буду. Да и вам, в принципе, тоже не советую тратиться. Переходим к третьему вкусу. Клубника и йогурт. Тут такая яркая розовая упаковочка. Изображена такая же розовая макарошка с глазурью. Тут нарисована клубничка. Что касается КБЖУ, оно тут абсолютно такое же, конечно, поэтому разбирать мы его не будем. И в составе отличий тоже нет. И неудивительно, почему КБЖУ одинаковые. Потому что тут меняются только красители и ароматизаторы. Причем ароматизаторы не натуральные даже, а идентичные натуральному. От клубники больше ничего нет. И еще какой-то натуральный краситель, но они не указали какой. У меня такое чувство, что кармины. Пять подсластителей, глазурь на заменители, какао-масло. Что вообще полезного в этих вкусняшках? Мне кажется, лучше уж пойти в какую-нибудь кондитерскую и сожрать нормальное, качественное, вкусное пирожное, чем есть вот такое. Подумаешь, что там сахар. Ну, почешемся немного. Давайте откроем. У нас сложно открылось. О! Ну, более-менее аккуратные. Хотя, конечно, неровные. В запахе я чувствую клубнику, но довольно слабо. Может быть, это потому, что они у меня лежат в холодильнике, не знаю. Но еще я чувствую какой-то странный запах, почему-то напоминающий какой-то корвалол. Это очень странно, не знаю. Но я чувствую такой запашок. Ну, давайте разрежем. Что-то она крошится. Аж вся развалилась. О, господи. Вы видите этот цвет? Это что? Это свекольный сок или это кармины? Цвет просто нереально химозный. Ну, в принципе, свекольный сок может дать такой оттенок. Но я почему-то сомневаюсь, что здесь именно он. Ну, давайте пробовать. Ну, по текстуре она такая же, как прошлая. Начинка довольно плотная, но не липкая. Стабильная такая. Сама печенька подсохла. Но это нормально для макаронов. Это правильная, в принципе, консистенция. На вкус это так же странно, как на запах. Вообще это в меру сладко. Тут довольно толстый слой глазури. И я ощущаю такую легкую химозинку заменителя какао-масла. Но она перебивается начинкой. Если само печенье нейтральное, то начинка... Я не могу сказать, что это клубника. Конечно, есть что-то от клубники, но во вкусе я ощущаю то же самое, что в запахе. Какое-то лекарство. Вроде бы клубника, но с каким-то привкусом. Не очень приятным. И в послевкусе. Реально как будто легкий оттенок корвалола. Ну, если сравнивать эту печеньку с остальными, то, наверное, мне больше нравится прошлое, чем вот это. Но вот это лучше, чем первое. Первое просто самое отвратительное. Тем не менее, я вообще не в восторге от этого вкуса. И вообще не от одного из этих вкусов, которые мы уже попробовали. Потому что это какая-то химоза. Я не знаю, кому это может нравиться. Короче, вы поняли. Данный вкус я тоже больше заказывать не буду. Переходим к четвертому и довольно мейнстримному вкусу. Двойной шоколад. Тут, конечно же, коричневая упаковочка. Изображена шоколадная макарошка. Также здесь нарисованы кусочки шоколадки. КБЖУ здесь абсолютно такой же, поэтому мы его рассматривать не будем. А в составе, в принципе, тоже отличий практически нет. Единственное, тут еще в самом печенье прописан какао-порошок алкализованный. В остальном все то же самое. И еще зачем-то здесь есть натуральный краситель. Опять, я не понимаю, зачем краситель в шоколадном вкусе. Им что, недостаточно какао-порошка? Ну и еще тут есть ароматизатор, идентичный натуральному. И глазурь, как обычно, на заменителе какао-масла. Какой-то тогда двойной шоколад, если глазурь, по сути, это вообще не шоколад. Не знаю, будет ли это вкусно. В принципе, шоколадный вкус сложно испортить, но фиткид могут все. Так. Чтобы она не открывается. Э? Ну, выглядит, в принципе, так же. По запаху она мне очень напоминает из печенья двойной шоколад. Пахнет не то чтобы шоколадом, но как будто шоколадной печенькой именно. В принципе, аппетитно. Ну, давайте разрежем. Довольно толстый слой глазури, поэтому она сложно режется после холодильника. О! Я почему-то думала, что сама печенька будет более коричневая. Кстати, если говорить с точки зрения кондитера, то внешний вид у них довольно зашкварный, потому что они совсем неровные, и начинка у них распределена с небольшим выпиранием. Так что да. Ну ладно, давайте пробовать. Знаете, на первый укус довольно даже неплохо. Однако, вот сейчас проступил какой-то странный привкус. Опять с какой-то горечью, как в первой печеньке. И опять с привкусом какого-то пластика или бензина. Текстура тут такая же, как у других. Печенье такое плотненькое, охрустывающее слегка. Начинка тоже плотная, но нежная. Но вкус. У них что-то не так с начинками. Вот правда. Если само печенье еще нормальное, то начинки ты сначала откусываешь. Вроде бы кажется приятно, шоколадненько. Но потом проступает какой-то странный привкус. Причем этот привкус есть во всех начинках. Разве что в предыдущем он немного отличался и напоминал корвалол. Здесь же он опять напоминает какой-то бензин. Я не понимаю, что в этой начинке такое, что придает такой мельский привкус. И еще какую-то горчинку. Как будто бы они испортились. Хотя срок годности у них абсолютно нормальный. Это странно. Вообще, в принципе, я могу сказать, что этот вкус не самый худший из тех, что мы уже попробовали. Мне кажется, он где-то наравне со вторым будет. Со вкусом латте. Но я тоже не под впечатлением. Потому что вот этот странный привкус в начинке все портит. Покупать снова не буду. Итак, переходим к последнему на это видео вкусу. Ягодный дайкири. Тут такая нежно-розовая упаковочка. Изображена почему-то коричневая пироженка. Также тут нарисована бутылка рома и ягодки. Я, если честно, не знала, что дайкири делают с ромом. Потому что я его не пила. Ну, ладно. Что касается КБЖУ, тут оно, конечно, ничем не отличается. Поэтому рассматривать не будем. Но и состав ничем не отличается. Поэтому это неудивительно. Тут опять используются те же самые подсластители. Опять есть какой-то неизвестный натуральный краситель. И ароматизатор, идентичный натуральному. Никаких ягод, конечно, тут нет. Знаете, я думаю, что эти штуки все-таки не стоят своих денег. Хотя я их купила даже по скидке. Да. Ну, давайте откроем. Ой, я уже чувствую какой-то запах. Она довольно высокая. Знаете, пахнет этот чокурон гораздо приятнее всех тех, которые мы уже попробовали. Я тут чувствую такой аппетитный аромат, как будто малины и ежевики. Очень даже вкусненько. Ну, давайте посмотрим, как это выглядит внутри. Так. О! Ну, похоже, как будто на что-то черничное. Кстати, начинки тут довольно много. Ну, давайте пробовать. Пахнет это, во всяком случае, очень вкусненько. Печенька тут хрустящая. Начинки действительно много. И текстура у нее, в принципе, такая же, как у других. Но, вообще, как у настоящих пирожных макарон. Довольно плотная, но при этом нежная и не липкая. Единственное, я опять чувствую этот прикус. Именно в начинке. Тут он, конечно, чувствуется слабее. Вообще, печенье довольно сладкое, но не приторное. И сама печенька вкусная. То есть, я чувствую прямо такой вкус ягодок. Какую-то ягодную смесь. Типа черные смородины, ежевики, малины. Не могу сказать, что это похоже на дайкири, на алкогольный коктейль. Но это ягодно. В целом, неплохо. Довольно даже съедобно. В отличие от других вкусов. Но все-таки прикус этот присутствует. Странненький такой. С легкой горчинкой и оттенком бензина. Хотя здесь он заметен гораздо меньше, чем в других вкусах. Ну, что могу сказать. В целом-то пирожное съедобное. В принципе, неплохое. Но за такие деньги я бы не стала покупать его снова. Ну, а сейчас давайте подведем итоги. На последнее место, как вы могли догадаться, у меня идет лимонный вкус. Потому что это было какое-то нечто. Я вообще не поняла, что я съела. Это вообще было съедобно или как? Ну, это просто было оберзительно. Это печенье заслуженно попадает в антитоп года. На четвертое место идет печенье клубника йогурт. Оно мне не зашло, потому что, во-первых, там не было никакого йогурта. А во-вторых, там был привкус корвалола. То есть, если у всех остальных был привкус бензина, у этого печенья был привкус корвалола. И это довольно мерзко. Во всяком случае, какие-то лекарства точно ощущались. На третье место идет вкус латты. В принципе, сам вкус был довольно приемлемый, но это не латты. Совершенно. Я не знаю, с чем это можно сравнить. С чем-то с сливочным, с каким-нибудь ликером. Но никак не с латты. Вот из-за того, что вкус заявленному не соответствует, оно идет на третье место. На второе место идет печенье двойной шоколад. Оно меня, конечно, не впечатлило, но по вкусу оно было лучше, чем все те, которые попали на другие места, кроме первого. В принципе, когда его откусываешь, там ощущается такой приятный шоколадный вкус, но потом проступает какой-то мерзкий привкус, который все портит. Ну, а на первое место идет ягодный дайкири. Это удивительно. Я думала, что это будет самый химозный вкус, но нет. Он оказался самым приятным, потому что там вот этот мерзкий привкус чувствовался меньше, чем в других печеньках. И при этом ароматизатор ягод у них вышел очень даже удачный. И я даже не ощутила вот эту химозность заменителя какао-масла в глазури. Но в целом могу вам сказать, что данные ассорти я больше заказывать не буду. Хотя мы попробовали только пять вкусов, но мне кажется, что пять оставшихся будут тоже не супер. Из тех пяти, что мы попробовали, я бы не отказалась перекусить еще раз только ягодным дайкири. Но специально заказывать не буду. Пишите в комментариях, пробовали ли вы чок уроны от FitKit, как они вам? Какой вам показался наиболее мерзким, а какой наиболее вкусным? Мне будет интересно почитать. Также, если это видео было вам полезным, интересным, ставьте лайк. Заходите на мой канал, смотрите другие мои видео. Помимо обзоров я снимаю рационы питания для похудения. Скайбежоу, конечно же. Рационы питания при различных заболеваниях. Простые рецепты. Подборки рецептов. В общем, у меня много интересного контента, так что заходите, смотрите. Также можете заглядывать ко мне в Телеграм, если хотите поближе со мной общаться. Там я публикую какие-то ситуации из своей жизни, свои мысли, иногда свое творчество. Делюсь отзывами на книги, подборками книг. Также иногда публикую отзывы, которые не выходят на Ютубе, на вкусняшки различные. Ну и просто мы там с вами можем общаться. Ссылку я оставлю в описании. Ну а кто хочет больше полезного и интересного контента, или смотреть влоги о моей жизни, то вас я приглашаю к себе на Бусти. Там я публикую большие двухнедельные рационы, свои влоги, отдельные рецепты и их подборки, которые я не выкладываю на Ютубе, ну и другой эксклюзивный контент. Так что заглядывайте и туда. Ссылку также оставлю в описании. А на сегодня я с вами прощаюсь и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok